Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Каким будет исторический центр Самары? Какие проекты будут реализованы и в какой срок? Об этом будем говорить сегодня. И в нашей студии исполнительный директор САВЖИ Риналь Мизитов и советник министра строительства Самарской области Олег Никитенко. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Олег и Риналь. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, нынешний исторический центр, на ваш взгляд, какие в нем основные проблемы и что нужно исправлять в первую очередь? Проблем, конечно, много. И основная проблема то, что он перестал быть привлекательным для жизни. Он стал недостаточно удобным и люди редко приезжают в центр города, за исключением каких-то знаковых мест, как то набережная, театр, площадь Куйбышева. Но все вот эти небольшие улочки, кроме улицы Ленинградской, там еще пара улиц, которые находятся в приличном состоянии, они горожанами не используются. Вторая проблема это, конечно же, большое устаревание жилья и других зданий. То есть, по большому счету, за исключением, опять же, некоторых элементов точечной застройки или там массовой такой застройки на склоне Волги, в остальных местах, ну, скажем так, мы с вами побоимся лишний раз заходить вглубь квартала. А с другой стороны, с другой стороны, вот это вот, скажем, историка, можно просто погулять по городу, зайти в кафе, посидеть, да, мы можем это сделать только в ограниченных местах, хотя город у нас, исторический центр, неплохо сохранился. Вот эта вся система, порядка двухсот кварталов, она осталась в неизменном виде с дореволюционных времен. Хотелось бы, конечно, чтобы этим пользовались люди. А еще одна проблема, что город, центр обезлюден. И в этом плане, то есть, если там в 59-м году в Ленинском районе жило почти 110-120 тысяч человек, сейчас чуть больше 50, несмотря на то, что там много новых домов. Люди постепенно уехали, а когда нет людей, то, соответственно, некому поддерживать жизнь, некому поддерживать дух этого города. И город постепенно в этом смысле беспокоит то, что это могло быть привлекательным для туристов, это очень хорошее место, могло быть хорошим местом и для проживания, и для досуга. Понятно. Вот как раз, если это хорошее место для проживания, это вызывает некоторые опасения, что там настроят очень много домов и многоэтажных, к тому же. Это будет местом проживания, не отличающимся от всего остального города. Вот, Риналь, вы тоже будете участвовать в реновации исторического центра. Скажите, вот как областной фонд жилья и ипотеки сможет в этом поучаствовать, и как вы представляете, каким должен быть исторический центр в ближайшем будущем? Татьяна, понимая всю ответственную задачу за тем, что проект, с одной стороны, очень масштабный, это пять кварталов, это самое сердце нашего исторического центра города. Вот территориально можете описать, вот что это за местность, место, вот пять кварталов, когда вы говорите, что это? Это территория, непосредственно прилегающая к площади Куйбышева, между площадью Куйбышева, музеем Алабина, в границах улиц Молодогвардейская, Садовая, Самарская, Толстого и Рабочая. Пять кварталов. Общая территория реновации составляет 27,9 гектар. При этом тотальной реновации будет подвергнута чуть больше 10 гектар. Почему Самарский областной фонд жилья и ипотеки? Во-первых, эта организация была учреждена, не будем забывать, правительством Самарской области. С другой стороны, в фонде за годы работы, а нам уже больше 15 лет, сосредоточились все те компетенции, которые для такого комплексного проектора, с таким комплексным характером, они в фонде уже накопились, они уже отшлифованы. Я имею в виду, это и направление работы с гражданами, в том числе и с льготными категориями граждан, коих, кстати, немало, проживающих в этих пяти кварталах. Это и деятельность как эксперта на рынке жилья, это непосредственно строительство самого жилья. Именно поэтому такая ответственная задача была поручена фонду. Мы такую ответственность понимаем, за доверие, безусловно, правительство благодарим, не подведем. Но если возвращаться к вопросу по качеству застройки, мы очень четкие параметры застройки предусмотрели, понимая, что сохранить то, о чем говорил Олег, дух купеческой Самары, нельзя путем строительства огромных стеклянных высоток. Поэтому не случайно... Вот вопрос этажности очень важный. Я отвечу, я отвечу. Кажется людям, что чем меньше... Вот, кстати, из фотографий можете прокомментировать. Вот это что, будущие... Это территория, прилегающая к музею Алабина. То, как она сегодня, наверное, всем известно, в общем-то, не бесконтрольно, хаотично используется. Мы ее также облагородим, задействуем в территорию пяти кварталов, с тем, чтобы непосредственно возле музея Алабина была организована нормальная организованная парковка. Людей, которые решили туда приехать с других концов города и провести время своей семьей. Опять же, к этажности. Напомню, в территории пяти кварталов располагается сегодня 39 памятников историко-культурного наследия. Каждый из них мы сохраним и отреставрируем. Придадим им новую функцию. С тем, чтобы обеспечить доступ наших горожан, не только туристов, но и на горожан. Самое интересное, что наши горожане уже позабыли, что это за памятники. Тоже там дом Купчихи Богатовой, или, назови там, памятников достаточно большое количество. По каждому из них своя сложная история. Каждый из них мы хотим открыть для людей. И на фоне этих памятников, безусловно, мы соблюли те параметры застройки, которые позволят нам, с одной стороны, обеспечить все-таки комфортное жилье в этих кварталах, привнести туда функции, которых сегодня там уже просто нет. Это ритейл, это выставки, это общественно-деловые функции. И максимальная этажность, которую мы предполагаем обустроить в рамках реновации, от улиц, 3, 5, 7 этажей, в центр квартала, несколько единичных 11-этажных зданий. Таким образом, чтобы для горожан и для туристов, отдыхающих и проходящих по улице, не давили свечки. Да. Олег, вот слово «реновация», оно не так часто употребляется, и может некоторых людей отпугнуть, скажут, что так реновируют, если это правильно, что мы и центра не узнаем. Вообще, что входит в это слово «реновация», потому что мы узнаем в реконструкции, еще какие-то совершенно разные все понятия. Разные вещи. Да, разные вещи. Ремонт, реконструкция, реновация. Так стало принято у нас. Модно какие-то иностранные слова использовать, иногда не хватает. В русском языке их слов своих. Но на самом деле это и реконструкция, и реставрация, и возведение нового. Это все вместе. Снос старого – это обязательно смена, скажем так, инженерных сетей, это улучшение транспорта, это, скажем так, все то, что охватывается русским словом преображение территории. Что такое «реновация»? Это преображение. Территория должна преобразиться, она должна получить новую атмосферу. Да, вот очень часто мы говорим про дух купеческой Самары, но Самара на самом деле всегда чем славилась? Тем, что город тогда, кстати, хлебосольный, он всегда собирал разных людей. И до революции жили крестьяне, и, скажем так, промышленники, и купцы. Все жили, все находили себя, и он никогда не был пафосным, он никогда не имел какой-то навязчивой архитектуры в едином стиле. Каждый стоил свой домик по своему проекту. Кто-то привносил что-то крестьянское с соответствующими резьбой, вот этими оберегами, которые мы видим сегодня еще в городе. Кто-то заказывал у модных архитекторов европейских особняки в стиле модерн. Кто-то просто делал так, чтобы было удобно. И очень интересные остались усадьбы, так называемые трехсветные, в которых, скажем, кто-то состоятельный горожанин. Его усадьба состоялась из трех частей. В глубине двора, там, где жил он, потом часть, которую он сдавал, как наемное жилье, и впереди его лавка, где он торговал. И это все один такой городостроительный комплекс. Такие вещи, конечно же, надо сохранять, потому что они вот с точки зрения даже увидеть образ жизни, увидеть, как самарцы организовывали свое пространство, это очень интересно. Другой вопрос, другой вопрос, вот всегда совершенно правильно Риналь отметил, важно это открыть. Вот просто сейчас очень многие из этих памятников старые жилые дома. И, конечно, жилыми они уже не могут быть, потому что там уже нету всех тех нормативных требований по ширине лестницы, по углу наклона ее. По пожарной безопасности. По пожарной безопасности, когда не сделаем. Но это могут быть кафе, не обязательно должны быть дорогие рестораны или еще что-то. Это могут быть простые вещи, это места для проведения выставок, это какие-то музейные вещи, это какие-то клубы по интересам для разных возрастов. То есть какие-то вещи, которые, скажем, позволят каждому зайти, посмотреть, прикоснуться. Обязательно там должно быть что-то про это здание, про этот дом. Действительно, таких зданий 39. Более того, не все они памятники. То есть они, скажем так, мы их просто считаем ценными элементами вот этого каркаса, они позволят нам формировать профиль улицы. Потому что практически весь вдоль улиц, практически на две трети, это здания старые. Где-то на углах будут новые, во-первых, то есть где вот там какие-то вещи. Ну и где уже на сегодняшний день так случилось, разрушились или там уже новая застройка есть. А такая вот история. Понятно. Вот вы сказали про дома, которые вдоль улиц, а еще вот есть такое явление, утрачена культура дворов. То есть люди не знают не только вот дома, да, что из себя представляли, но это еще как-то более-менее видно, да. А вот культура сама дворов, вот на этот аспект будет какое-то внимание обращено или нет? В дворы будет доступ и тоже, чтобы понять, что такое двор самарский или нет? В рамках тех, в общем-то, конечно, те объекты, скажем, культурного наследия, которые сохраняются, они будут сохранять и традиционные землевладения. Что касается, все-таки мы понимаем, что вот в середине квартала появляется новая застройка, она, безусловно, многоквартирная, многоэтажная. Это не потому, что мы не хотим сделать там два-три этажа. Нужно понимать, что на этой территории находится очень много людей, живет, которых нужно в том числе оставить ли на этой территории в новых домах, предоставить им жилую площадь. Но, к сожалению, на первых порах те, кто отселяются первыми, им приходится переселяться в какие-то квартиры не здесь, потому что здесь еще нет ни одного нового дома, их некуда здесь поместить. Но из-за этого приходится закладывать эти моменты. Плюс мы понимаем с вами, что уровень автомобилизации высокий. И, конечно, все эти автомобили нужно разместить, поэтому все пространство... Уринали, вот эти вот 11 многоэтажных домов, где будут машины стоять, парковаться? Вот это все просчитано, потому что это же проблема номер... Я поправлю вас, Татьяна. Их не 11. Так, а сколько уже? Их буквально 6 или 7, 11 этажек. А, 11 этажек. Вы их даже не увидите прогуливать по улице. Это прям точки возвышающиеся небольшие. Понятно. Ну, проблема парковок уже решает. Людям важно представлять, как это все будет. Потому что едешь иногда по старому городу, идешь, даже смотришь вот эти вот точечные... Подземные, подземные. Это будут благоустроенные качественные двухэтажные подземные паркинги. Понятно. Ну вот, приближаемся к европейскому. Ну, скажем, чтобы о цифрах 2300 парковочных. И вот уже, Олег, коснулся вопросов переселения. Я думаю, что это самая сложная, конфликтная, наверное, часть вашей работы, которую предстоит САВЖ, да, сделать. А на каком сегодня этапе уже вы общаетесь с этими собственниками жилья, которым нужно будет бросить вот эти дома и переехать в какое-то другое место? И как выстраивается эта работа? Что ждет тех людей, которых нужно будет переселить? Татьяна, вопрос действительно переселения непростой. Ну, мы имели опыт такой работы уже в 2007 году, в 2008 и 2009. Напомню, мы застраивали квартал Карбышева, Гастелло. Целый квартал был расселен силами САВЖ и на сегодняшний день застроен современным комфортабельным жильем. Поэтому работа была не новая, да, я не хочу сказать, что она очень простая. Это жители, это их связи, это поликлиники, школы, сады. И просто взять и уехать, это действительно очень тяжело. И в этой связи тот тяжелый первый шаг, который мы сделали на примере первого квартала, мы эти особенности учли. Что мы сделали? Во-первых, мы предложили людям выбирать жилье, в которое бы они хотели переехать. И неудивительно, что процентов 90 переселяемых граждан переселялись в соседние кварталы, через дорогу. Тем самым мы не нарушили социокультурных связей. Были желающие, которые целыми этажами съезжали в Кошелев проект, в Южный город. Кто-то выбирал новую инфраструктуру. Сады, школы, подальше от неудобств. Неудобства были и такие. Не скрою, были и те, кто категорически против уезжать. Работаем, беседуем, предлагаем варианты. Работаем, беседуем. Да, но тем не менее, механизм реализации программ по переселению предусматривает возможность сохранения места жительства в границах этого квартала. На примере первого квартала это физически тяжело сделать. И тем не менее, ту работу, которую мы провели, позволит нам уже в следующем году запроектироваться и отстроить первые дома в этом же квартале, уже никого не выселяя. А я хочу особый акцент сделать. Мы никого не выселяли. Мы переселяем. Из квадратных метров в квадратные метры. И уже в этих квартирах мы гражданам, которые наотрез отказываются покидать свой квартал, предложим новые квартиры в этом же квартале. Понятно. Ну, вопрос финансирования еще всегда как бы интересен. Вот этот проект во сколько обойдется? И кто будет, собственно говоря, его финансировать? Будете ли вы привлекать инвесторов? Стоимость вот афишируется его реализация проекта? Я бы, наверное, большие цифры, они вряд ли о чем-то скажут. Но важно понимать, что здесь есть большое преимущество. У САВЖИ как государственного оператора жилищной политики. В то время было принято решение правительства Самарской области о концепции жилищной политики. Принято соответствующие государственные программы на период до 2020 года. И там есть механизм предоставления фонду необходимых целевых субсидий на как раз переселение, подготовку площадок. Особенность в чем? Безусловно, как бы нас не хотели наши девелоперы, застройщики, речь не идет о закапывании денег в землю. Потому что всем бы, конечно, хотелось, чтобы просто государство взяло, за собой все это переселило, освободило землю и открыло зеленый свет. Но сегодня мы должны понимать, что государство тоже, в общем, оперирует деньгами налогоплательщиков. И просто, в данном случае, ту или иную территорию поддерживать, мы себе такого позволить не можем. Поэтому деньги предоставляют сам же, но при условии. И это очень важное условие, что после завершения, скажем так, процессов переселения, расселения, он должен их пустить на расселение следующих кварталов. Тем самым создается некая система последовательной реновации. Потому что мы не просто, вот, нашли денежку, вложили, сделали один квартал парадный и успокоили всех гостей высокопоставленных. Возим пока, смотри, какие молодцы. Наша задача в том, чтобы город сделать, создать финансовые и экономические условия для того, чтобы это была система, которую уже нельзя остановить. Вот это самое главное, что в этом мире. Поэтому САВЖ, конечно же, может пока оперировать этими деньгами, но они целевые. И он должен, как только завершит, отчитается, что все, площадки готовы к застройке, он эти деньги должен пустить дальше. Да, но вот не только что все будет. В этом ключе очень важный момент, это, конечно же, что, скажем так, за государственные деньги строить жилье тоже никто не будет. Будут появляться инвесторы. А вот иностранные инвесторы, это возможно? Иностранные инвесторы в данном случае могут прийти при условии, что они соблюдают все те требования, которые САВЖи, правительство Самарской области, город будут предъявлять. И, кстати, вот предварительный контакт, они показывают, что как раз иностранные инвесторы в большей степени склонны к этому. Наши застройщики, они хотят 25 этажей. Им 7-9 мало, нужно 25. Но в чем особенность, если ты сделаешь 25 в одном углу, в остальном квартале никто больше ничего не сделает. Потому что, собственно говоря, тень, которая отбрасывает эту вышку, учитывая, что квартальщики очень маленькие, они компактные. И здесь нужно очень аккуратно подходить и не уходить в такую высотную застройку. Поэтому будут и инвесторы, конечно же, в конце концов, кто оплачивает жилье, тот, кто его приобретает. И здесь очень важный момент, конечно же, создать условие, чтобы все-таки жилье в центре города было доступным. Оно не может быть дешевым, но оно должно быть доступным для людей с доходом средним, чуть выше среднего. Поэтому, скажем так, я хочу купить квартиру, но добавив процентов 30 к планируемой сумме, я могу уже претендовать на то, чтобы приобрести квартиру в центральной части города со всей соответственной инфраструктурой. А продажу будет осуществлять с АВЖИ и тоже с ипотекой, наверное, с условиями ипотеки тоже. Дело в том, что условиями реализации, да я бы сказал, даже очень четкими требованиями, которые были согласованы с губернатором Самарской области, были те, что проект сделан все-таки для застройщиков, для привлечения инвестиционных денег. Вот тот первый серьезный шаг, который нужно было сделать в отношении, представьте, целый квартал, целых пять кварталов. Ни один инвестор до сегодняшнего дня на такой объем работы не заходил. Действительно тяжело с точки зрения капитала емкости. В этой связи мы зашли вот на такой объем. Наша задача не застраивать все там жильем и объектами ритейла или офиса, коммерческой недвижимости. Наша задача создать условия, при которых застройщик пришел, для него совершенно прозрачные условия сформированы. Вот площадка, вот сети. За сети он больше ничего не платит, а соответственно не конкурирует за них и за стоимость их подключения. Стоимость лота фиксированная. И предоставляться лоты будут на конкурсной основе. Состязательность будет заключаться не в стоимости, которую он готов заплатить за лот, а за сроки реализации проекта, за его компетентность, за архитектурные решения, которые он готов предложить. Понятно. А вообще, ну это очень серьезный проект, как-то с общественностью он обсуждался или нет? Потому что невозможно вот просто сверху вот рассчитать, там что-то придумать, спроектировать и все. Во-первых, проектная группа, рабочая группа по разработке проекта планировки территории включает всех именитых архитекторов Самарской области сегодня и экономистов. Потому что не будем забывать, как сказал правильно Олег, это не парадная вещь, штучная. Мы запускаем цепную реакцию, мы вдыхаем в жизнь, перезапускаем эти кварталы. И в этой связи нельзя забывать и о бюджетной эффективности. Все средства выделены, за них очень строгий и жесткий отчет. Они должны вернуться, на револьверной основе вложить, должны быть реинвестированы в следующий квартал. Понятно. И вот чемпионат мира по футболу, он внес какие-то коррективы вот в этот проект? Вот что-то там будет такое учтено, что важно сделать именно к этому времени? Вернее, даже о сроках хочется спросить, потому что даже не верится, что когда-то это все будет реализовано. И действительно мы увидим хороший, достойный исторический центр. Вот к чемпионату мира по футболу в 2018-му это закончится или нет? Вот хотя бы пять кварталов или нет? Пять кварталов точно не закончится к чемпионату мира. Потому что это достаточно масштабные вещи. То есть вот чем дальше, чем дольше САВЖИ занимался этим проектом, тем росло понимание проблем. Это прежде всего проблема инженерных сетей, которые действительно нельзя просто... Нету, так нельзя просто взять, построить новый дом и подключить к трубам, которые лежат рядом. То есть все коммуникации нужно тоже перереконструировать, какие-то строить заново, какие-то подводить. Это большая работа очень. Кроме того, вы понимаете, те же вещи с реставрацией памятников. Хорошо, мы говорим о том, что мы сохраняем памятники. Есть оборотная сторона медали. Одно дело сохранить один памятник, отреставрировать. А другое дело 39 зданий. На каждом из них проект, специализированная организация сделана. Это поднимание всей истории, всех каких-то моментов, связанных с его прошлым, материалов, воспроизведений. Это колоссальное время. Быстро нельзя сделать хорошо. Поэтому, наверное, с точки зрения сроков... Да и мы понимаем, что экономические условия сейчас не самые лучшие для каких-то масштабных проектов. Поэтому лучше не торопиться. И проект в этом смысле сразу был заточен на то, чтобы он без... Чтобы не получилось, что в центре города развели стройку и бросили. То есть он предполагает некую очередность. Пять кварталов. Квартал за кварталом. Внутри каждого квартала тоже несколько очередей. И это позволит нам, ну, скажем так, планомерно двигаться по срокам. Ну, наверное, если управлять все кварталы, все 27 гектар земли, ну, это может 7 занять лет, может, 8. А, ну, скажем, первый квартал, в который сегодня примыкают к бывшей макаронной фабрике Кеницера, ну, по диагонали вот музея имени Алабина, ну, вот он первоочередной. Там сейчас активно ведется расселение. Возможно, к... Вот там, возможно, к 2018 году появление первых уже зданий, строений. Может быть, удастся что-то сделать. Но, конечно, 2018 год в каком смысле подстегнул старт проекта, потому что он заставил некоторое время назад задуматься о состоянии города. И заставил искать пути, заставил искать пути, искать подходы, что с ним делать. Да, были проанализированы все наработки, которые были на тот момент. Да, были. И стало понятно, будет там, будем мы принимать чемпионат. Не будем. То есть на той стадии, когда еще это было неопределено. Все равно дальше терпеть нельзя такое состояние исторической части. Нужно что-то делать. Нужно стартовать. И, по всей видимости, поскольку за последние много-много лет недостаточно вкладывалось, наверное, чудес быстро ждать не стоит. Но нужно создать такую систему, чтобы все не ограничивалось одним каким-то уголком. Потому что у нас в нашей стране мы любим такие вещи. А мы здесь не верить кем, ведь не хотим выделить, не перед кем не хотим сделать парадную какую-то витрину. Прежде всего для жителей города ориентируемся на них. Конечно. Ринальд, скажите, пожалуйста, вот как вы представляете себе исторический центр города в результате, уже после реализации проекта? Вот опишите нам, каким он будет? Вот простыми словами. Вот что это будет? Простыми словами, Катяна, это для меня совершенно понятная живая картинка. Это живые районы, это место, куда хочется сходить, куда можно сходить с семьей, куда можно пригласить друзей, которые приехали к тебе в гости из другого города. Где можно, я напомню, в этих пяти кварталах будут детские сады и поликлиника. То есть это полноценная самодостаточная территория. Там можно будет и отдохнуть, там можно будет работать, там будут рабочие места, офисы. Они будут красивые, безусловно, они будут красивые. Это будут памятники. Туда будет всегда интересно сходить и рассказать что-то об истории города. Понятно. Ну, картинка, да, действительно живая, привлекательная. И все-таки вот хотелось бы остановиться, вот уже при, уже этап начала реализации проекта, какие возникают проблемы, на которые вы хотели бы обратить внимание. И вот к широкой общественности обращайтесь, вот что вы ждете? От кого-то какой-то, там, поддержки, помощи, там, от горожан, от инвесторов, от кого вот вы? Вы знаете, у нас, наверное, такое правило сложилось, вот, как в последнее время, в последние, скажем так, несколько лет, пока мы занимаемся, в том числе вопросов о реновации, наверное, поддержка будет, когда будут результаты. Просить кого-то и поддержите нас, пожалуйста, такие все хорошие. Заранее немного откликается, да? Когда уже увидят что-то, да? На сегодняшний день, давайте скажем честно, да, мы в нашем городе многое уже видели. Мы видели и проблемные объекты в центре города, точечные застройки, когда вставляется там какой-то дом, недостраивается, бросается, и рядом людям некомфортно жить, и потеряли свои деньги те, кто там, в общем-то, купили квартиры. Мы видели очень много ситуаций, когда мы там подремонтировали улицу Ленинградскую, на соседней улице все равно зайти нельзя. То есть все это тоже было, все это тоже видели. Мы уже видим, что много лет, несмотря на пожелания жителей, извините, так сказать, туалет не могут, канализацию фекальную не могут провести в эти исторические кварталы, да? Хотя, в общем-то, это бы дало эффект, но нет таких возможностей. Все эти проблемы, мы понимаем, что есть черные риэлторы, мы понимаем, что есть недобросовестные застройщики, которые не совсем правомерными способами пытались освобождать кварталы. Кварталы, люди это все насмотрелись, и поэтому любая шероховатость в реализации проекта, любой какой-то недостаток, он сразу, скажем так, вызывает в памяти все эти негативные моменты. Поэтому мы должны стараться, мы должны сделать, показать результат, мы должны предъявить жителям нашего города, налогоплательщикам, качественную новую среду пребывания, а вот тогда на следующих каких-то проектах будем просить о поддержке, потому что, скажем, хотите, чтобы было так же, поддерживайте. Понятно. Как я поняла, вопросы доверия со стороны жителей и общественности, и контроля тоже очень важны. А вот контрольные функции реализации на кого ложатся вообще? Вот кто будет все контролировать? Ну, прежде всего, главным распределением бюджетных средств по этим субсидиям остается министерство и будет министерство строительства Самарской области. Мы все-таки говорим о стройке, о реновации, поэтому это его полномочия, и да, это будет министерство строительства. Не надо забывать, что сам Самарский областной фонд жилья и ипотеки, в общем, публичная организация, потому что там есть попечистский совет, в него входит, помимо, возглавляет вице-губернатор, министр строительства Алексей Викторович Гришин, туда входит и министр финансов, и министр экономики, и министр отвечащихся за социальный блок. То есть практически большая часть правительства входит в наблюдательный совет САУЖИ. Прямо того, сам САУЖИ, несмотря на то, что там есть исполнительный директор, там еще и коллегиальный орган есть правление. То есть там достаточно много внутренних сдержек и противовесов. Да, это важно, потому что сегодня время такое недоверие, да, вот какое-то вот тотальное есть ко всему недоверие. Вот очень хочется, чтобы люди доверяли этому проекту, а вы оправдали. А вы знаете, здесь есть такое очень простое, наверное... Спасибо. Время выходит. Спасибо большое. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!